книга открытым оком тема христос есть бог и истинный человек вопрос 640 том 2 евангелие от мотфея 22 глава 32 стих я бог авраама и бог исаака и бог иакова бог не есть бог мертвых но живых объясните пожалуйста отвечает игнарий тихонович лапкин приступивший к христос саддуке и как современные адвентисты и яговисты не признавали наличие души у человека умер человек на могиле вырос лопух и все а доказывать по библии им что человек имеет бессмертную душу не так просто потому что саддуке признавали только пять книг из всей библии пяти книжья моисея это тоже напоминает сегодняшних сектантов не принимающих не канонические книги приучитесь всегда исходить из того что есть в наличии и не претендовать на больше вот по этим-то пяти книгам признаваемым оппонентами христос и доказал им что у человека есть душа они не верят ни в бога не в библию и все это доказательство взято из одной фразы давайте проиграем заново эту картину пришел не один еретик но несколько саддукеи они заранее предвкушали свою победу у них были свои способы доказательств которым их учили в их в их семинариях и академиях как войти в водную часть и как подвести к эпикризу противника конечно же в руках у них была тора как у сектантов всегда с собой библия это вам не православные типиконщики и акафистники покажите где написано что у человека есть душа и это похвально что они обращаются к библии и ищут як написано христос спрашивает их вы признаете книгу исход конечно тогда откройте третью главу книга исход 3 глава 6 стих и сказал ему я бог отца твоего бог авраама бог исаака и бог якова ну и что где тут сказано про душу и господь начинает этих академистов пересаживать в первый класс учит разбираться во временных формах глаголов значит грамота все-таки нужно медленно по слогам читается я есть бог авраама бог исаака бог иакова когда бог разговаривал с моисеем сколько лет прошло после смерти авраама и исаака и якова у котла 400 значит бог должен сказать я был богом этих правцев 400 лет назад но однако игова говорит не так но я есть то есть являясь богом их сегодня сейчас значит в момент разговора с моисеем эти святые отцы были живы не умерли представьте выражение растерянности и потерянности на лицах этих знатоков торы и христос подводит этому уроку черту евангелие от мотфея 22 глава 29 стих иисус сказал им в ответ заблуждаетесь не зная писаний не силы божией то что они не знают писания это и они поняли но причем здесь сила божия а вот здесь то и нужно перешагнуть через обычное представление свой опыт потому что евангелие от мотфея 39 и не думайте говорить в себе что и не думайте говорить в себе отец у нас авраам ибо говорю вам что бог может из камней сих воздвигнуть детей авраам у бога есть сила после смерти внешнего человека сохранить душу бог силен воскресить истлевшая и ставшая как бы ничем этой силы и еретики не знают и они ограничивают его своим с куда умеем